МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нужно напомнить о том, что если вы все-таки решили подарить недвижимое имущество, нужно взвесить все за и против и четко понимать о том, что вследствие заключения договора дарения, ваше, так сказать, будем останавливаться на квартире, квартира перейдет в собственность одаряемого. То есть сегодня вы являетесь собственником квартиры, вследствие заключения договора собственник будет другой гражданин. Причем это все будет происходить безвозмездно. Или, как говорил герой мультфильма, даром. Договор дарения, в отличие от завещания, это двухсторонняя сделка. При удостоверении договора должны присутствовать обе стороны, которые называются даритель и одаряемый. Причем со стороны как дарителя, так и одаряемого может быть несколько лиц. То есть несколько дарителей или несколько одаряемых. Например, бабушка желает подарить квартиру внуку и внучке. Одаряемых здесь будет двое. Либо те же внук и внучка пожелают подарить квартиру бабушке. В случае, если даритель не может явиться для удостоверения договора дарения, он может выдать нотариально удостоверенную доверенность, в которой должно быть четко указано, что будет дариться и кому. По так называемой генеральной доверенности это будет сделать удостоверить договор дарения невозможно. Также одаряемый может выдать доверенность в случае, если не сможет явиться для удостоверения договора. Хочется сказать о том, что договор дарения заключается в письменной форме, может быть нотариально удостоверен, а также подлежит обязательной государственной регистрации. Право на государственную регистрацию можно возложить как на дарителя, так и на одаряемого. На основании действующих статей жилищного кодекса сделать это нужно в течение трех месяцев, то есть обратиться в агентство по государственной регистрации земельному кадастру, дабы зарегистрировать переход права собственности на квартиру. Именно в этот момент даритель, то есть предыдущий собственник, в отношении его будет прекращено право собственности на вышеуказанное имущество, и оно возникнет у одаряемого. В договоре можно предусмотреть сохранить право владения и пользования в отчуждаемой квартире за дарителем. В некоторых случаях может нотариус истребовать согласие супруга дарителя, если это имущество было приобретено во время брака. Также закон предусматривает некоторые ограничения и запрещения дарения, например, от имени несовершеннолетних граждан, недееспособных граждан, законных представителей. Также есть ограничения, устанавливаемые в случае, если квартира построена с привлечением льготного кредита. Следует тоже помнить о том, что если квартира была приватизирована и не полностью выплачена рассрочка, тоже есть некоторые ограничения. Можно также в договоре предусмотреть обязанность отменить договор дарения в случае, если даритель переживет одаряемого. Спасибо, Лариса Сергеевна. Ждем ваших вопросов на электронный адрес проекта. Оставайтесь с нами и будьте в теме.